Я сейчас не буду цитировать, скажу приблизительный смысл того, что он говорил. Он привел пример Норд-Ост, что Путин, мол, действовал неправильно, что он сделал? Он поехал, типа, в Норд-Ост, а надо было, он говорит, направить оружие на Чечню и поставить ультиматум. Так, значит, все, ребята, мы вас услышали, ваши требования, давайте теперь, значит, валите отсюда, а если вы этого не сделаете, то мы выжим полностью Чечню, со всеми вашими родственниками, со всем вашим народом. Вот так, он говорит, надо было сказать. Это на самом деле именно вот это и является терроризмом. И Быков, конечно, я думаю, он прекрасно понимает, что именно так и действовала, по сути, его страна, Россия, на протяжении всех этих 400 лет в Чечении они именно так и действовали. Ермолов, все свои мемуары, свои письма, которые он писал царю, он никогда даже не скрывал, что именно таким образом он действует. Кадыров сказал, что его здоровье отличное. Как все кажется, насколько это правда? Ну, я думаю, в целом ему полегчало. Он, конечно, уже не тот Кадыров, который был до этой болезни, но в целом он, конечно, оклемался. И реально он себя чувствует сейчас вроде как неплохо. Что ждет Лапти Аладдина после проигрыша России? Я не знаю. Пока у него все идет хорошо, карьера идет в гору, он все новые и новые получает звания, должности, героем России стал. Поэтому пока у него все хорошо. Если какой-нибудь Хаймарс или дрон не прилетит в его машину или в какое-нибудь место, где он будет очередную речь говорить, то, в принципе, пока у него дела идут неплохо. Ичкерия или Чечения? Ичкерия, Чечения, Чечня, Чеченская республика, Чеченская республика, Ичкерия. Это все одна страна, одно государство. Здесь нет или-или, одно не исключает другого. Это все одно и то же. Французская республика и Франция, или республика Франция, это все одна страна. Федеративная республика Германия, ПРГ и Германия, это все одна страна. Поэтому не нужно пытаться что-то там, одно из этого исключить. Что скажешь насчет заявления Навальной о распаде России? Видел это заявление, видел возмущение многих людей, которое, честно говоря, мне не совсем понятно. Я не понимаю, почему люди удивляются тому, что россияне не хотят развала своей страны. Для меня это, в принципе, понятное желание любых россиян, российских политиков. Было бы странно, если бы российские политики, стремящиеся прийти к власти в этой стране, если бы они говорили о распаде своей страны, если бы они желали распада для своей страны. Было бы странно, если бы удобное заявление они делали. Поэтому меня это заявление абсолютно никак не удивило. Меня, знаете, больше удивило интервью. Значит, есть такой журналист, нет, он писатель, Быков, его фамилия, я не знаком с его творчеством, в принципе, не совсем, конечно, понимаю, что за человек, но могу определенно сказать, что он является как бы противником Путина и представляется для российского общества как либерал, как сторонник либеральной антипутинской оппозиции. И вот он был в эфире на популярной политике, я сейчас не буду цитировать, скажу приблизительный смысл того, что он говорил, он привел пример Норд-Ост, что Путин, мол, действовал неправильно, что он сделал, он поехал, типа, в Норд-Ост, а надо было, он говорит, направить оружие на Чечню и поставить ультиматум. Так, значит, все, ребята, мы вас услышали, ваши требования, давайте теперь, значит, валите отсюда, а если вы этого не сделаете, то мы выжим полностью Чечню, всех, со всеми вашими родственниками, со всем вашим народом. Вот так он говорит, надо было сказать. Я пересмотрел еще раз, думаю, может быть, там дальше, ну, это может шутка, это какой-то сарказм у него, аллегория, что это. Но нет, он на полном серьезе это заявил. По сути, он говорит, что против террористов, да, окей, они, допустим, воспринимают как очень хорошо, очень плохие люди, террористы. Но против них нужно действовать таким образом, чтобы, значит, уничтожать их родственников, ни в чем не повинных родственников и просто обычных людей, являющихся, которым не повезло, может быть, родиться с ними в одном государстве, в одном народе, принадлежать с ними одной нации. И он реально на полном серьезе, он предлагает, он говорит, надо было вот так сделать, надо было поставить вопрос уничтожения этих людей. Это ровно тот же самый терроризм, это на самом деле именно вот это и является терроризмом. И Быков, конечно, я думаю, он прекрасно понимает, что именно так и действовала, по сути, его страна, Россия, на протяжении всех этих 400 лет в Чечении они именно так и действовали. Кавказская война велась именно так. Ермолов все свои мемуары, свои письма, которые он писал царю, он никогда даже не скрывал, что именно таким образом он действует, что селам, аулам чеченским ставились условия, если кто-то из вас там, значит, одного солдата у нас убьет, мы, значит, выжим полностью село. То есть, по сути, этим как раз-таки террором нас постоянно и пытались покорить. Все эти войны, все это велось именно вот таким террористическим методом. Но официально об этом в последнее время, после того, ну, в современном мире говорить не принято. Если раньше Ермолов об этом открыто писал царю, сегодня это можно все там прочитать, то сейчас, когда Россия воевала, официально они пытались не показывать этого. То есть, какие-то военные ставили такие условия, реально занимались терроризмом, но официальная власть говорила, что нет, на самом деле мы там наводим порядок, это какое-то там, это наведение конституционного порядка, это антитеррористическая операция на Северном Кавказе. То есть, называли это как-то иначе. И никогда не признавали, что они уничтожают село, там, в ответ, что они убивают ни в чем не принятых людей. Всегда от этого отнекивались, оправдывались. А здесь Быков говорит, что надо, это не нужно скрывать. Нужно было вот так вот открыто поставить условия, и тогда, мол, все было бы по-другому. И это вот представитель либеральной оппозиции. Надо понимать, что в людях, противостоящих Путину, там есть разные оппозиционеры, есть адекватные люди, есть те, кто вполне себе, допустим, разделяет между Сибирским округом, допустим, и Чеченской республикой. Есть те, кто вполне нормально, адекватно смотрит на отделение Чечений. Есть те, кто вполне дают нормальные оценки тем событиям, которые у нас проходили, двум воинам. Есть такие, как Ходорковский, допустим, со своими, ровно такой же империалистической позицией, как и у Путина. Просто человек, который говорит, у меня вот, в принципе, все то же самое, я вижу это точно так же. Но просто я считаю, что не он там должен быть, а мы. У них есть какие-то вопросы, там, значит, по вертикали власти, что больше должно быть власти у парламента, что парламент должен быть реально там избираемым, то есть там по выборам какие-то вопросы. Но в вопросах империи своей, они абсолютно идентичны. Поэтому рассматривать всю российскую оппозицию как что-то такое монолитное, вот если там один такой там и все такие, это тоже неправильно. Так, как думаешь, Ичкерия в будущем будет идти в сторону Европы, чем Азия отталкиваться от Европы и Чеченского общества имеет исторические корни? Я думаю, мы, в принципе, географически и исторически, мы, конечно же, являемся европейцами и ближе к европейской цивилизации, поэтому, конечно, больше взаимодействия у нас должно быть и будет с Европой, с европейскими странами. Но, я думаю, мы должны занимать позицию, мы должны, исходя из своих интересов, дружить, пытаться взаимодействовать и дружить как можно с большим количеством стран. Чем с большим количеством стран у нас будет безвизовый режим, тем лучше. Вот смотрите, сегодня видели такие рейтинги бывают стран, чьим паспортом можно без виз поехать? Чем больше стран ты можешь посетить без виз, тем считается круче. И это действительно для людей, это очень хороший такой бонус. Поэтому я не смотрю на эти вот, давайте либо там с Европой, либо с Азией, либо тут, либо там. Не, надо везде. Просто в целом мы, конечно, являемся европейцами. Мы, для нас эта европейская цивилизация является одной своей. Я сейчас говорю не о каких-то там проявлениях, каких-то государственных или прочих каких-то там вопросах меньшинств и так далее. Я имею ввиду раса, география, внешний вид, одежда. Это все-все-все у нас европейская. Мы не азиаты. Поэтому в этом плане, конечно, взаимодействие оно будет больше с Европой. Так, Томсо, зачем надо делать посты, как якобы в России процветает исламофобия? Одна недалекая женщина напала на Дагестанку и все якобы кругом исламофобия. На самом деле такие случаи единицы и 99% адекватны. На самом деле, если было бы так, то, наверное, я бы на это посмотрел, как ты говоришь. Но из-за того, что вообще почему обращается внимание на какие-то вещи? Вот когда они единичны, то, как правило, на это никто не обращает внимания. Внимание начинают обращать, когда это приобретает какую-то массовость. Когда ты видишь, каждый день ты видишь какие-то новые и новые видео, где кто-то молится, его снимают, нецензурно обзывают. Ты видишь, что на какую-то там девушку в хиджабе нападают. Ты видишь, в никабе идет девушка, ее снимают, спрашивают, не террористка ли она. Ты видишь, что в магазине отказываются обслуживать девушку в хиджабе. То есть, когда это становится слишком много, то это уже говорит о массовости такого явления. А плюс, когда еще появляются какие-то общественные, в кавычках, организации, типа русская община, сибирский человек и что-то еще. И они ходят целенаправленно, целенаправленно выискивают людей, приезжих, мигрантов. И как-то их щемят. Как правило, это бывают какие-то продавцы фруктов, овощей из Средней Азии. Отбирают у них там что-то. В общем, когда это все ты видишь, и ты понимаешь, что эти организации не могут эту деятельность производить без покровительства, как минимум. А скорее всего и по инициативе государственных органов. То ты понимаешь, что это целенаправленная работа, поддерживаемая и инициированная государством. И конечно, ты тогда начинаешь бить тревогу. Ты на это указываешь. Ну что, почему ты, в отличие практически от всех кавказских оппозиционеров, не был в Украине во время сейчас войны? Все были, а ты нет. Почему? А что мне там делать? Для чего мне там быть? Не вижу никакой необходимости. То есть, если вопрос ставить так, куда-то там все побежали, а ты почему не побежал? Поэтому я никогда не живу по таким правилам. Все побегут, и я побегу. А что мне там делать? Если есть какое-то дело, есть какая-то польза от того, чтобы там, я в принципе не против. Но пока ничего подобного не было. Почему флаг Татарстана похож на флаг Чечни? На флаг Кадыровской Чечни ты имеешь в виду действительно флаг Беларуси, флаг Татарстана и флаг Кадыровский, они очень сильно похожи друг на друга. Ну я не знаю, потому что историю этого Кадыровского флага мы не знаем, кто вообще этот флаг придумал, как он получился у них. Мы понятия не имеем, может они его реально сатарского как-то срисовывали, там что-то, может белорусского, может они их как-то скрестили эти два флага и сделали что-то свое. Понятия я в общем не имею. В принципе неинтересно. Мы когда в школе учились, я помню, когда бывает делать нечего там на уроке, или ты, я не знаю, не пишешь, на последней парте сидишь и что-то рисуешь. Вот я помню, как мы рисовали наш флаг, флаг независимой Чечени. И все знали этот флаг, все знали очередность цветов и все. Вот сегодняшний Кадыровский флаг не знает никто, ни дети, ни взрослые. Сам Кадыров, я думаю, даже не знает, не сможет нарисовать этот флаг. Вот я это сказал, они наверняка сейчас начнут там в школе детей напрягать, они флагом, но это все продлится недолго. То есть это то, что не идет от сердца, это искусственная такая ерунда, и поэтому людям это не приживается. Раз флагом определились, а есть ли у вас или у них гимн? Вот у Кадыровцев свой гимн тоже какой-то есть. Они даже в какой-то период попытались популяризировать этот гимн, заставляли своих чиновников его петь, что-то там изучать, в школе детей напрягали. Ну и все, вот смотрите, все то, что искусственно, то, что не идет реально из народа, это все начинается, пока они это контролируют, пытаются это навязать, какое-то время это живет. Но как только, они же не могут постоянно это контролировать, им тоже это надоедает, они об этом забывают. И все, и дальше эта тема перестает жить. Так же с этим гимном получилось. Вот кто его сейчас знает, этот их гимн? Да никто. Ни их сторонники, ни их враги, никто не знает этого гимна. Наш гимн свободной чечении, вот сейчас его многие могут просто с легкостью напеть. И мотив, и слова, кто-то полностью знает, кто-то этот припев вспомнит. Потому что это шло из народа. А то, что вот они сделали, это настолько искусственная ерунда, что она прижится в народе, просто у нее нет никаких шансов. Откуда у вас такая любовь к капитализму, который, по сути, проклят Создателем и полностью противоречит Исламу? Слушай, я не готов, наверное, с тобой об этом говорить, потому что я не знаю, где, в каком аяте Аллах проклял капитализм. Для меня это не изученная тема. Давай я, наверное, изучу, потом об этом поговорим. И, кстати, у меня нет какой-то любви к капитализму. Я никогда не изучал тему ни капитализма, ни социализма, чтобы чему-то из этого испытывать любовь. Тумсо шикует в Европе и размышляет о системе Ислама, которой его шик не приемлем. Ты джачок-то поди, пал зелери. Слушай, а почему в исламской системе не приемлем шик? Кто это сказал? Откуда такое представление? По-моему, ислам как раз-таки тебя никак не ограничивает. Хочешь шиковать? Шикуй. Главное, не делай запретного. Шик – это ведь понятие очень растяжимое. Можно шиковать дозволенным образом, а можно дозволенным, подразумевается. Ну, нравится тебе хорошая, дорогая, например, качественная одежда? Ради Бога. Нравится тебе хороший, качественный, дорогой транспорт? Да, пожалуйста. Дорогие дома, виллы? Да, ради Бога. Что там тебе еще? Все, что хочешь. Главное, не алкоголь, не наркотические средства, не какие-то запретные вечеринки. Любишь дорогие яхты? Пожалуйста. Нет никаких ограничений. Потому что экономическая модель ислама 7 века не позволяет запускать циклы накопления капитала, друг мой. Серьезно? Не знал, не знал. Не знал об этом. Я думал, в исламе наоборот нет проблем с накоплением капитала. Главное, выплачивай из него положенный закат. Закат 2,5%. И копи себе на здоровье. Видите? Видимо, я многое не знаю о исламе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова